здравствуйте уважаемые шестиклассники сегодня мы завершаем цикл уроков по теме цивилизации азии африки и америки обратите внимание на изображение двух континентов и предположите о цивилизациях каких народов будет сегодня идти речь на уроке тема урока цивилизации тропической африки и америки концу урока вы будете знать основные события из истории средневековых цивилизаций тропических африки и америки определять признаки данных цивилизаций особенности их хозяйственной жизни культуры и религии этих цивилизаций познакомитесь с понятиями майя ацтеки инки тропической африкой принято называть ту часть африканского континента которая находится к югу от великой пустыни сахара о цивилизациях тропической африки европейцы долгое время ничего не знали развитие народов тропической африки шло не одинаково в раннем средневековье цивилизации сложились только здесь в отдельных регионах это были территории по течению реки нигер конга современной эфиопии между ними простирались большие просторы джунглей степей пустынь где люди жили еще в условиях первобытного строя ребята в учебнике утверждается что в средневековых цивилизациях тропической африки не сформировались феодальные отношения попробуйте прослушав информацию либо доказать это утверждение или опровергнуть большинство населения тропической африки занималась земледелием выращивали зерновые культуры бобы сахарный тростник хлопок фрукты африканские ремесленники научились выплавлять железо добывали и искусно обрабатывали медь бронзу золото изготавливали оружие ткани посуду стеклянные и кожаные вещи художники и скульпторы создавали из обожженной глины и бронзы великолепные статуэтки людей маски для религиозных обрядов африканцы жившие вдоль течения реки нигер торговали с арабами северной африки главным товаром который привозили арабы была каменная соль ее обменивали на золото и обычно она ценилась дороже этого благородного металла обычно торговля проходила таким образом арабские купцы оставляли свой товар в условленном месте и отходили чтобы не видеть африканцев а те в свою очередь клали возле товара определенное количество золота если арабов устраивала плата за соль то они забирали золото и оставляли свой товар такой способ торговли был известен еще с древности и его называли немой торговлей для дальнейшей работы я предлагаю вам открыть учебник на странице 182 183 и заполнить следующую таблицу крупнейшими государствами в бассейне реки нигер были гана и мали они возникли еще восьмом веке но до конца одиннадцатого века контроль над торговлей с арабами северной африки принадлежал гане затем в результате междоусобных войн правители мали подчинили себе гану от арабов в этих государствах был заимствован ислам концу средневековья возвысилось государство сангай 14 веке сангай платили дань мали но уже в 15 веке их правитель алибер великий совершил множество военных походов против соседей и сангайское государство стало сильнейшим к юго-востоку от него набирала силу государства конго владения его правителей простирались далеко за долину одноименной реки существовала в средневековой африке и христианская страна эфиопия еще в древности на ее территории сложилось государство ее правитель четвертом веке принял христианство в результате войн с мусульманами аравийского полуострова эфиопия ослабла и в десятом веке распалась через два столетия эфиопское христианское государство возродилось но большинство население а африки верила во множество богов представлявших собой силы природы солнце луну богами считали и предков правителей такая религия называется язычество таким образом вернемся к проблемному вопросу сложились ли тропической африке феодальные отношения в африканских цивилизациях не сформировались феодальные отношения крестьяне жили общинами с их натуральным хозяйством внутренняя торговля была развита слабо а могущество и богатство правителей обеспечивались только за счет контроля над внешней торговлей и добычей золота за счет дань из завоеванного населения давайте проверим наши с вами знания крупнейшие государства тропической африки возникли в бассейне реки нигер единственной христианской страной в африке была эфиопия выберите лишние какие продукты не выращивала население тропической африки кукуруза помидоры основной товар который доставляли арабские купцы жителям тропической африки это соль в то время когда европа переживала средневековье некоторые народы америки создавали свои цивилизации они возникли в центральной америки и в западной части южноамериканского континента на остальной территории жили племена которые занимались охотой и ловлей рыбы и сбором даний даров природы ребята прослушав дальнейшую информацию попробуйте дать ответы на два вопроса почему многие историки называют народ майя древними греками америки и подумайте какой народ уместно было бы назвать древними римлянами америки американские цивилизации по своему уровню походили на цивилизации древнего востока здесь выращивались многие растения неизвестные в европе картофель помидоры табак кукуруза какао бобы жители америки не знали выплавки железа им были неведомы колесные повозки плуг гончарный круг они почти не занимались разведением домашних животных единственное животное прирученное американскими индейцами это была лама но зато коренные жители умели обрабатывать золото серебро делать бронзу а из нее орудие и оружие они создавали впечатляющие своей красотой величиной сооружений из камня одна из наиболее древних цивилизаций была создана в центральной америки народом майя раннее средневековье было временем расцвета цивилизации майя непроходимых джунглях они расчищали земли для посевов строили города а главной культурой была кукуруза землю обрабатывали вручную так как тягловых животных не было майя создали множество городов государств в городах селились правители жрецы чиновники а также ремесленники купцы все остальное население жило в деревнях возле своих полей и в городе появлялись только во время важных религиозных праздников правителями государств были люди только из знатных родов если во время войн правящий род погибал то и государство переставало существовать важную роль в жизни майя играли жрецы они вели наблюдение за небом знали размещение планеты звезд могли предсказать точно солнечное затмение сложные для земледелия природные условия требовали точного календаря майя создали такой календарь в их календаре было триста шестьдесят пять дней но год делился на восемнадцать месяцев которые включали в себя по двадцать дней а добавочные пять дней считались несчастливыми поэтому последние дни жрецы приносили жертвы чтобы задобрить многочисленных богов майя возводили огромные ступенчатые пирамиды на вершинах которых находились храмы богов уже в начале первого тысячелетия нашей эры майя изобрели свою письменность которая состояла из иероглифов книги майя были написаны на бумаге изготовлены из коры фикуса ученым удалось расшифровать их письменность и это позволило узнать многое о жизни этого народа к западу от майя еще в древности создали свою цивилизацию сапотеки своего расцвета эта цивилизация достигла в раннем средневековье также как и майя сапотеки создали свою письменность она сохранилась на каменных монументах но к сожалению ученым до сих пор не удалось ее расшифровать на территории современной мексики создали цивилизацию ацтеки они завоевали много соседних народов которые платили им дань ацтеки обладали множеством рабов и даже у них были рынки где этих рабов можно было продать и купить столица ацтеков размещалась на высоком острове посреди озера городу вели три насыпные мощеные дороги в нем были прямые улицы и каналы по которым плавали лодки в центре гола города находились храмы дома жрецов школы дворы ацтекских правителей жило в городе много ремесленников и торговцев ацтеки верили в богов воплощавших собой силы природы они считали что богов нужно постоянно кормить человеческой кровью иначе они умрут и весь мир погибнет поэтому ацтеки приносили в жертву пленников вдоль побережья тихого океана в южной америке существовало большое государство инков на протяжении 15 века инки которые жили на территории современного перу подчинили себе многие народы во главе государства стоял верховный инка он считался сыном солнца одного из главных богов в период расцвета держава инков протянулась с севера на юг почти на пять тысяч километров объединила многочисленные племена и народы столицей был город куску инки как завоеватели были только воинами и чиновниками все остальное население потлатила дань и выполняла различные работы в державе инков достигли высокого уровня многие ремесла до сих пор изумляют их храмы и дворцы мощеные дороги с навесными мостами тоннелями имелась даже почтовая связь которую осуществляли гонцы-скороходы инки также создали узелковое письмо кипу что на языке индейцев означает узел кипу это шнурок или палка с привязанным к нему разноцветными шнурками на которых завязывались на различном ударении узелки кипу могли использовать для разнообразных целей ну допустим при сборе налогов отмечали и вели учет for repair вернемся к нашему проблемному вопросу почему многие историки называют народ майя древними греками америки майя называют древними греками и америке имея ввиду выдающиеся достижения в их науках и искусствах так какой же народ можно было бы назвать древними римлянами америки вероятно древними римлянами называли ацтеков, так как они создали могущественную империю, которая объединила множество покоренных народов, и создали упорядоченную систему управления. Проверим наши с вами знания. На территории доколумбовой Америки жили майя, ацтеки, инки. Майя изобрели солнечный календарь. Особенностью религии ацтеков было человеческое жертвоприношение. Народы тропической Африки и Америки создали в средние века свои самобытные цивилизации. Многие из них, особенно американские, долгое время развивались независимо от остального мира, не имея с ним связей. Но это не значит, что эти цивилизации были отсталыми, как это пытались изобразить европейские колонизаторы. Которые покорили в новое время африканцев и индейцев и превратили их в рабов. Я предлагаю вам следующее домашнее задание. Прочитать параграф 30. Составить не менее пяти вопросов к викторине цивилизации тропической Африки и Америки в средневековье. Подготовиться к уроку обобщения знаний по разделу цивилизации Азии, Африки и Америки. Всего вам хорошего. До свидания.